Что мы делали все это время? К чему мы пришли и где мы оказались? У нас были а. независимые СМИ, б. оппозиция и в. целый ряд политических партнеров. Откуда у нас появились миллиардеры? Откуда у нас появились люди, которые контролируют те самые 200 семей, о которых говорят или чуть меньше, которые контролируют 80% экономики? Они появились из 90-х. Почему выбрали, выбрал президент Назарбаев, выбрал люди, которые с ним, почему выбрали путь зачистки? Все другое хуже. Вариантов нет. Это понятно. Такаев это может сделать или нет? Вариантов нет. А у него объективно небольшой выбор. Сначала появилась конституция 1995 года, которая даже при всех внесенных в нее поправках классической авторитарной конституции, как-то ее не называй, по моему мнению, времени нет вообще. Евразские события это вообще хорошо продемонстрировали. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Большое спасибо всем, кто присылает нам донаты. Благодаря вам мы можем оставаться независимыми. Евгений, добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Жовтис, наиболее известный из наших правозащитников. И я хочу сразу вам задать вопрос. Евгений, смотрите, вот вы человек из 90-х, по крайней мере, если не ментально, то идеологически. То есть вот это время, оно что заложило в вас? Вот то время 90-е годы. Добрый день. Ну, я бы сказал так, что все-таки заложило в меня время до 90-х. Я ведь все-таки родился-то в Советском Союзе, я закончил школу в Советском Союзе, я закончил вуз в Советском Союзе. Что известно из моей биографии, что я закончил Казахский политехический институт, я горный инженер-экономист, кандидат технических наук и так далее, и так далее, и так далее. И много лет работал в Академии наук Казахской ССР в институте горного дела. Но, кандидатом, мои такие общечеловеческие качества и мои представления о жизни, конечно, формировались вот в эти 70-е и 80-е годы, до 90-х. Ну, и, естественно, благодаря истории моей семьи, ну и, конечно, главную роль сыграл отец. Хотя не только. Дело в том, что не очень известно, что моя мать, Галина Евгеньевна Плотникова, была дочкой заместителя министра здравоохранения СССР. Она жила в Москве, недалеко от Кремля. Когда дед мой по линии матери женился на моей бабушке, его дружкой был Лазарь Каганович на этой, так сказать, свадьбе. Он дружил со Сталиным. Моя мать даже выступала на одном из съездов от имени пионерии Советского Союза, когда ей было там 13 или 14 лет. То есть это была такая семья, в которой, по линии матери, семья, которая поднялась относительно снизу, потому что дедушка был из Воронежской губернии. Ему какое-то время, я не знаю, как сейчас, хотя, по-моему, и сейчас, ему стоял памятник, как одному из устанавливающих советскую власть в Новокоперске, в Воронежской губернии, в таком городке. Вот. И он потом поднялся, обучился и стал, дорос до заместителя министра здравоохранения Советского Союза. А бабушка, которую он по существу украл, выкрал из семьи, она была там, 17 лет ей была, вот, она потом подалась в актрисы, на каком-то этапе была ни много ни мало директором фронтового МХАТа. То есть она была актрисой, знала большинство, так сказать, советских, так сказать, актеров и актрис того времени, то есть начало, после революции, вот где-то 20-е годы. И удар по семье произошел в конце 30-х, потому что дед попал под сталинские репрессии. Его босс, министр здравоохранения Каминский был расстрелян, а дед был направлен в лагерь, 10 лет без права переписки, и умер в 42-м году. Был 38-й год, в 42-м он умер в лагере под щитой, в станице Яландской. Естественно, был реабилитирован посмертно, после того, как все это дело закончилось. Но, тем не менее, вот так вот трагически закончилась его судьба. И поэтому, когда, как раз вот ближе к войне, бабушка ушла на фронт вместе с театром, то есть для того, чтобы играть для бойцов Красной Армии. А мать с моей сестрой спрятали в Казахстане. То есть, таким образом выводили членов семьи изменника Родины из-под удара, друзья, бабушку таким образом через фронт, маму через, чтобы спрятать в Казахстане. И в этом отношении, так сказать, семья по женской линии переместилась сюда. А по мужской линии отец был сыном адвоката из Винницы, и он такой очень молодой, очень образованный человек. Он, значит, заставил практически своих родителей эвакуироваться из Винницы, которая потом была занята фашистами, и там большая часть населения погибла. Вот, и они тоже эвакуировались в Казахстане. И здесь уже родители в конце 40-х познакомились, и я вот, так сказать, оказался. Поэтому у семьи была определенная трагическая страница в истории по материнской линии с, так сказать, гибелью деда. А отец был человеком очень образованным, очень продвинутым и, теперь можно об этом говорить спокойно, явным антисоветчиком, ну или скрытым антисоветчиком. Он никогда, конечно, не вступал в какие-то ряды диссидентов непосредственно, но, тем не менее, дома мы, я с 14 лет помню, даже раньше, может быть, у меня была кровать. Эта кровать стояла возле большого такого стеллажа или шкафа, на котором стоял старый армейский радиоприемник. И отец по этому старому армейскому радиоприемнику слушал, так сказать, фражьи и голоса. Я засыпал под этот самый попытки обойти глушилки, там, он все время вертел, чтобы, так сказать, настроить. Вот, и он слушал, так сказать, стоя у меня над головой, там, «Голос Америки», «Бойчевелли», «Немецкую волну», «Би-Би-Си», пытался, с «Голос Америки» было, с «Радио Свободы» было совсем другое, а вот «Голос Америки» или «Би-Би-Си» можно было пробиться или «Немецкую волну», но он слушал все, что происходило. И я помню уже где-то, наверное, лет с 11 невольно ты начинал к чему-то прислушиваться. Первый такой всплеск был, 68-й год, ввод советских войск в Чехословакию. Отец мне объяснял, что это такое, почему это плохо и как это влияет. И потихонечку началось формироваться мое такое мировоззрение определенное, это все время система координат. То есть критическая достаточно, нужно знать историю, читать не только то, что пишут в советских газетах, искать, поэтому у нас в доме был, естественно, сам издат, и Солженицын, и Лаг-Гулаг, в каком-то этапе и так далее. Все это прятали, естественно, и потом было начало 70-х, когда против отца было возбуждено уголовное дело, потому что до него донес один из студентов, его, которому он давал что-то прочитать. И у нас были обыски, отца не было, была только мать. Я это очень хорошо помню, начало 73-й или 74-й год. И обыск длился несколько часов, ничего не нашли, благодаря тому, что литература была спрятана в ящике для белья кровати, на которой я спал. Вот и там. Так сложилось, что они не нашли. Там было очень много всяких письменных документов. И мать, мы жили на первом этаже в центре Алматы, и мать, которая часто готовила по ночам. Она была очень такая кухарка, очень любила готовить разные. У нее часто что-то сгорало, она была творческий человек. Поэтому была привычка такая, что из нашего окна какой-то дым периодически шел, и запахи тоже дались. И она, воспользовавшись этим, всю ночь сжигала все, что было, ну, возможно, скажем так, крамольным. И она почти все сожгла. Ей удалось, сообщила отцу, который в это время был в Украине, как раз, о том, что у нас были гости, там она и так далее. И все. Поэтому какое-то такое вот у меня впечатление, скажем так, формировалось уже в 70-х, в конце 70-х. В 80-е годы я уже работал в институте горного дела. Как известно, в научно-исследовательских институтах такая вольно-мыслящая среда была достаточно развита. У меня были друзья, там, любители Высоцкого, любители Галича. Вот отец мой дружил со многими такими вот лицами, Галич пел у нас дома. Поэтому потихонечку как-то формировалось такое свободомыслящее существо. Это когда 90-е годы пришли, вернее, конец даже 80-х, начало 90-х, для меня было понятно, что это шанс. Шанс, который может быть использован, может быть нет, но, наверное, не время заниматься наукой, надо идти в какую-то такую более, скажем так, общественно-политическую сферу. Поэтому я ушел из, к этому времени, когда я уже говорил, был кандидатом новых, старшим научным сотрудником, была какая-то научная карьера. Я ушел из института и перешел сначала на работу в неизвестном профсоюзе господину Соломину, директором бюро или заведующим бюро информации, анализа и консультаций. Потом в 93-м году уже создал вместе с друзьями эту правозащитную организацию, которой в следующем году будет 30 лет, которая существует. Я учился у вашего отца, то есть Александр Лазаревич у нас преподавал в Каспии древнерусскую литературу. Я помню 86-й год, я помню аудиторию, в которой читалась лекция, и в это время шла толпа с транспарантами и приходила для того, чтобы забирать студентов из аудитории. А у нас аудитория там была какая-то, там было три мальчика, поскольку это был филфак, все остальные были девочки. И вот там второй этаж старого здания Каспии, и никто толком не понимал, что происходит. И Александр Лазаревич нам стал читать стихи «Блажен, кто посетил все мир, его минуты роковые». А мы в это время с еще одним парнем Андреем забаррикадировали дверь и ждали, чем все это закончится. Это вот такой эпизод. Но, конечно, это были, скажем, вот несколько было профессоров, то есть несколько было преподавателей. Это были самые любимые, самые сильные преподаватели, конечно, в Каспии, потому что это был объем другой совершенно. Это не только там были знания по предмету, то есть это был общий культурный объем, который давался. То есть тут был Александр Лазаревич, была Лея Семеновна Рязанова тогда, Бадиков тогда же. Он, правда, у нас не преподавал, но все это, скажем так, влияние. То есть вы с двух сторон, получается, из такой диссидентски настроенной семьи, прямо скажем. А почему у вас вот был период, когда вы еще социал-демократическую партию создавали до бюро? Вот почему и для чего захотелось тогда именно партию создавать? Какой в этом смысл введелся? Ну, я маленькие два замечания сделаю, потому что вы сказали, что отец, ну, во-первых, отец же начинал преподавать в Казгу, то есть он долгие годы работал в Казгу, его там несколько раз увольняли, он восстанавливался, он 8 лет не работал после того уголовного дела, которое было против него возбуждено. Потом занимался переводами. Занимался переводами, да, с корейского, с корейского, казахского, украинского, английского, ну, он имел подсрочники и по ним делал, соответственно, уже поэтический перевод, да. Ну, он читал стиховедение, он был одним известным специалистом Свободного стиха, но вот тут есть интересный момент. Вы упомянули о том, что у нас читал там древнерусскую литературу, он уже, когда, в пересточный период, говорил, что вот в то время, я, говорит, читал древнерусскую литературу не потому, что я ее уже до такой степени любил, а потому что я не хотел читать советскую. Вот, у него была такая, в этом смысле, очень четкая позиция, он делал то, что считал нужным, и то, что верил, или то, что любил, и очень терпеть не мог всякую неправду, и всякую вот эту вот, никогда не был членом коммунистической партии, несмотря на то, что это, конечно, ему создало проблему, он был уже доктором наук, там, профессором, конечно, это ему мешало. Вот, он долгое время не работал, потом вот пришел в Каспи в приглашение тогдашнего ректора Садыкова, которому, конечно, был очень благодарен за то, что дал возможность работать в полном объеме. Что, если говорить о партии, то, как бы, перестройка, она, вот, после 1985 года я, естественно, стал, я всегда интересовался политикой, особенно, будучи диссидентом, в каком-то смысле, внутренне хотя бы, на тот момент я, конечно, никак не проявлялся, хотя, кстати, в одном из своих выступлений Андрей Сахаров упоминал отца, к одного из диссидентов, который преследует, в частности, в Казахстане за свободу мыслей и выражение собственного мнения. И я уже не помню, кто, кто-то из моих друзей, значит, это был уже где-то 89-й год, может быть, начало 90-х, сказал, что там, говорит, есть такой мини-гайд-парк у нас, это было возле старого здания Казгу, там был фонтан, вот. И, значит, и вот возле этого фонтана люди собираются, давай сходим, ну, давай, мне стало интересно. Я пришел, вот, картина была, конечно, вот сейчас даже трудно это себе представить, там было несколько скамеек вокруг фонтана, на одних сидели какие-то одни, так сказать, не знаю, единомышленники, другие сидели, другие, на третьей скамейке стоял мужик с бородой, потом я узнал Сергея Дуванов, потом мы подружились с СССР, значит, оттуда вещал, там, что-то по поводу необходимости, значит, реформ, там, демократических и так далее, так далее. Потихоньку мы сдружились, там была такая большая компания разных совершенно, абсолютно разных людей, сейчас даже кому-то трудно себе представить, но первый учительный съезд СССР, мы были первыми, кто ввел институт сопредседательства, у нас было два сопредседателя, Сергей Дуванов и Дос Кошин. Вот, так сказать, которых сейчас, ну, мы продолжаем дружить, хотя у нас иногда разные взгляды на разные моменты, но тогда это была такая попытка что-то создать. Почему мы это создавали? Просто вот эти долгие обсуждения, они привели к тому, что надо как-то и ситуализироваться. Ну, значит, что, политические партии? Начали считать политические партии, как они работают вообще в цивилизованных странах, тогда уже все, открываться стало, меньше информацию, дальше начали вырабатывать наш политический взгляд. А какой у нас он мог быть в то время? Мы больше ничего не знали, там, правые, левые, посередине, есть коммунистическая партия, ну, чем может быть, ну, вроде социально-гемократическая партия. Это был как раз потом 90-91 год, сюда приехал еще Ханс-Йорген Шлегель, Фогель, прошу прощения, Ханс-Йорген Фогель, да, из Германии. Вот, мы с ним встретились, он меня пригласил, я съездил даже на конгрессу с Интерна. И так потихоньку решили, ну, что, социализм с человеческим лицом, как бы, ну, и тут слово демократии есть, вот, решили это создавать. И вот тогда, сейчас вот вспомнишь, да, там был целый ряд очень интересных людей, кто это создавал, там, известный журналист Андрей Свиридов, там, ребята из телевидения казахского, потому что Сергей Дуванов тогда работал под началом госпожи Назарбаевой на казахском телевидении. Вот, многие разные такие, достаточно интересные фигуры. Ответственным секретарем или координатором партии, на первом этапе был нынешний ректор Алмайю, господин Кожахметов, там, короче, была такая серьезная когорта людей, которые представляли себе, что нужно что-то делать. И мы были первыми. Вот, как бы, это была первая оппозиционная партия, и я до сих пор помню, как господин Мельцер, наш известный, так сказать, медиа-менеджер и журналист, организовал дискуссию, был 90-й год, если я не ошибаюсь, дискуссию в высшей партийной школе между, значит, нами и товарищами коммунистами. Вот, это была дискуссия для слушателей школы, значит, те мы, так сказать, пытались составить идеи социал-демократии, а нас должны были, так сказать, размазать по асфальту, демонстрировавшись, что мы, так сказать, идеологически неправильно себя ведем. Там были интересные, такие очень забавные, красивые такие моменты, потому что и они, и мы, значит, обращались к господину Ленину для подтверждения своих, так сказать, позиций, и было ужасно смешно, потому что господин Злотников Сергей Михайлович, который, ну, такой, сейчас известный юрист, сейчас он в понятиде ЛСОС, один из первых учителей Transparency International и так далее, он из нас был самый подкованный, и он периодически стал в тупик, значит, преподавателей, потому что ссылался на какие-то тома, которые они не знали, и, значит, преподаватели бегали, приносили из библиотеки какие-то тома и пытались проверить, где это он нашел, и как он хорошо подготовился, и где он это говорил. Евгений Александрович, где мы оказались сейчас? Вот прошло 20 лет, а вы пытались зарегистрировать социал-демократическую партию, а сейчас, да, 22-й год, пытаются зарегистрировать партию ОЛГА и другие партии. Что мы делали весь, все это время? То есть, к чему мы пришли, где мы оказались? Ну, давайте все-таки не исключать небольшой промежуток с 91-го по где-то 95-й, и, может быть, даже потом до 2012-го года. Даже до 2012-го? Даже до 2012-го года, потому что, во-первых, сейчас мало кто об этом помнит, но в Верховном Совете Казахстан, потом в Республике Казахстан присутствовало 30% оппозиции. То есть 30% парламента была оппозиционная, причем серьезно оппозиционная. Это были и сторонники демократических взглядов и так далее. Там была группа демократический Казахстан, в которой были и господин Своек, и господин Аспанов покойный. Они готовили различные альтернативы и даже пытались в 93-м году предлагать альтернативную конституцию. И они, так сказать, достаточно серьезно тогда на заседаниях Верховного Совета очень критически задавали вопросы к президенту Назарбаеву, господин Чернышев был такой достаточно известный, покойный уже депутат, который был очень оппозиционно резко настроен. То есть там была сильная очень команда. Более того, в Верховном Совете того времени, до 1995 года, сейчас мало кто помнит, был комитет по правам человека. Комитет по правам человека возглавлял Жасарал Конышалин, который тогда был депутатом парламента. И был еще комитет по взаимодействию с общественными организациями, общественными объединениями. Возглавляла тогда господина Севрякова, которая тоже была депутатом. То есть это парламент был... То есть у нас были А. Независимые СМИ, Б. Оппозиция, и В. Целый ряд политических партий. Мы вспомним Народный конгресс Лжаса Сулейменова, целый ряд других партий, АУИУ и прочее, прочее. То есть все создавалось в то время. Когда произошел перевом, поворот в 1995 год, конечно. И вот если вы смотрите 1995 год, то с 1995 года пошло потихонечку удушение вот этих вот демократических форм и демократических процедур. Сначала появилась Конституция 1995 года, которая даже при всех внесенных в нее поправках классической авторитарной Конституции, как-то ее не называй, она концентрирует власть в руках президента, она несбалансирована, там нет сдержек противовесов, там нет разделения властей нормального и так далее. Но помимо таких законодательных изменений, еще были и практические шаги. Это знаменитый 1997-1998 год, тендер на частоты, который привел к тому, что существовавшие независимые каналы, к которым относились тогда телеканал М, ранее Макс Сергея Дуванова, Тотем, Разланы Таукина, и Семейный канал. То есть несколько каналов, которые были независимыми, достаточно такими критическими, они практически все потеряли, проиграли центр на частоты и остались без ничего. Они были выдавлены. С этого времени можно смотреть на средства массовой информации как постоянное удушение, то есть сокращение, сокращение печатных средств массовой информации. Последний удар был нанесен в 2012 году, почему я о нем говорю, когда был закрыт все медиаисданные, связанные с Республикой. То есть Республика и целый ряд еще газет, они все, так сказать, закончили в 2012 году, после событий трагических, уже на узенье 2011 года. Параллельно происходило потихонечку давление на политические партии, то есть сужалось все время пространство. Это делалось как законодательством, которое совершенно неподъемное для регистрации любой политической партии. Тем не менее, до 2012 года еще как-то существовала коммунистическая партия, как-то существовала старая коммунистическая партия, не та, которая превратилась потом в Американскую народную партию Казахстана. Существовала партия демократический выбор Казахстана, которую закрыли в 2006 году, якобы за экстремизм. Потом она существовала почти 6 лет в виде партии Алга. Вот та, которая сейчас пытается резидцать. Это не совсем Алга, это Алга Казахстан, немножко другая партия. Та была Алга, и ее тоже закрыли в 2012 году и посадили одного из ее лидеров, Владимира Козлова, после событий Женаузеня. То есть по существу шел такой совершенно очевидный процесс сужения любой политической альтарапии. или общественно-политической альтарапии. Почему был выбран такой путь? То есть был же какой-то период, когда, вот вы о нем говорите, когда была, возможно, разная, да, то есть разные варианты развития событий. Почему был выбран путь абсолютного удушения, закрытия, зачистки поля и так далее? То есть вот по вашему мнению, что произошло? Почему выбрали, выбрал президент Назарбаев, выбрал люди, которые с ним, почему выбрали путь зачистки? Здесь есть очень такой четкий и очень ясный ответ на этот вопрос. У этого были объективные, субъективные причины, но главная причина кроется в том, что после распада Советского Союза у господина Назарбаева было несколько задач, ну их, условно говоря, можно к трем свести. Первая задача была внешнеполитическая, то есть создавать имидж и вписываться в мировую систему новому независимому государству. Тогда, если мы помним, мы тоже подписывали меморандум отказе от ядерного оружия под гарантией, соответственно, Соединенных Штатов России, Великобритании. Тогда же были еще целый ряд шагов. Мы стали членами ООН, мы стали членами ОБСЕ, то есть мы потихонечку начинали вписываться в международную политическую систему. И не только политическую, но и экономическую. То есть создавалась такая фасадная демократия. Вот, я не знаю, она даже не столько фасадная, она на тот момент вообще была такая, даже я бы ее не называл имитационной. Сейчас мы имеем дело с чисто имитационной демократией. А тогда это было, в принципе, такие зачатки демократического развития. У нас появлялись зачатки гражданского общества, появлялись с начала 90-х годов независимые СМИ, о которых я уже говорил. То есть были оппозиционные политические партии, были разные взгляды, были в том числе и такие казахские националистические движения, и одновременно были движения вроде «Единства», «Лада» и так далее, которые представляли интересы русскоязычного меньшинства или русских. То есть были какой-то такой, шел процесс и в этом направлении, но и был такой чисто политический. Были и коммунисты, были партия, как наши, социал-демократические. То есть шел какой-то политический процесс, какие-то зачатки демократических институтов, процедур. Но помимо вот этого внешнеполитического, внешнеполитическое составляющие, была внутриполитическая составляющая, это необходимость создать государство и систему органов, должностных лиц и так далее, независимо от Москвы. То есть выходить на создание независимого государственного аппарата. Была тоже задача у Назарбаева. Но самая главная задача была, конечно, экономическая реформа. Потому что было понятно, что нужно уходить от советской социалистической плановой экономики с государственной собственностью к рыночной экономике и с частной собственностью. Это предполагало целый ряд шагов и законодательного характера, и практического, в том числе, мы называем приватизацией, то есть переходом от государственной собственности и от отношения к частной собственности. Но проблема эта заключалась в том, что все три задачи решала та же самая элита или та же самая номерклатура. То есть это были те же самые члены Политбюро или ЦК, или Бюро ЦК Казахстана, плюс ЦК ЛКСМ Казахстана, плюс это те, кто, скажем, хозяйственники, кто находился у руля в министерствах и ведомствах и разных таких государственных структурах, ну и, соответственно, красные директора или те, кто был во главе предприятия. Вот эта элита с той или иной степенью, будем говорить так, преимуществами или превалированием интересов партнер-минклатуры, даже в большей степени, она явилась бенефициаром этого процесса. То есть она этот процесс осуществляла не столько в интересах государства, не столько в интересах народа, я не люблю эти громкие слова, но в данном случае использую, сколько в своих интересах. Откуда у нас появились миллиардеры? Откуда у нас появились люди, которые контролируют, ну те самые 200 семей, о которых говорят, или чуть меньше, которые контролируют 80% экономики? Они появились из 90-х. И именно с первой половины 90-х, когда только этот процесс начался. Потому что первые программы приводизации были запущены в 92-93 году. И я так думаю, что вот как раз к 95-му году господин Назарбаев и его окружение, я знаю хорошо, что вот в перемежуток между 90-м и 95-м годом, ну особенно после 91-го года, когда уже независимость объявили, внутри окружения Назарбаева вошла в той или иной степени борьба. Будем говорить между теми, кто был сторонником такого более, ну не скажем консервативного, более подконтрольного, более авторитарного направления развития, и теми, кто был сторонниками более демократического направления развития. Я бы вот к сторонникам второго отнес, ну того же самого вице-президента уже покойного Ерика Асанбаева, ряд там бывшего зам вице-премьера Тульгена Жукеева, еще нескольких человек. Я почему об этом могу судить, потому что это был как раз период, вот этот, начало 90-х, когда меня пригласили поучаствовать в написании возможного, одной из возможных программ развития Казахстана. И я помню, что вот в той группе, в которую я входил, я писал, так сказать, кусочек по развитию гражданского общества и вообще общественных процессов. Я помню, что что-то писали по различным тенге тот же самый господин Своек, и тот же самый господин Марченко, вот, то есть там был ряд людей такого, на тот момент представлялась либерально-демократический взглядов, которые пытались вот это сформулировать. Как я понимаю, вот эти два тренда, они, или вернее, два этих, в этих группы, там шла внутриаппаратная борьба, как я понимаю, и в этой борьбе все-таки победила вот группа более близкая, так сказать, господина Назбаева, ну, к ней можно относить и господина Быкаева, господина Есимова, там, господина Дни в тот момент, которые считали, что вот нужно двигаться по другому пути, то есть что управляемый такой контролируемый процесс должен быть. И я помню, что тогда даже сюда привозили бывшего мэра Парижа и одного из сторонников Липена-старшего, такого Алекса Московича, который был советником на каком-то этапе господина Зарбаева, и который как бы раскручивал французскую форму, так сказать, или французский вариант и Конституции, и формирования власти, где президент играет серьезную главную роль, где немножко такая система слегка такая, очень вертикальная. Я всегда говорил, что в этой системе может быть и нет ничего плохого, если только сломана Бастилия, и реально, и в голове. Если Бастилия не сломана, то она может быть угрожающей. Тем не менее, тогда господина президента Назарбаева убеждали в том, что он Ататюрк и Деголь в одном лице, и что вот сейчас у него есть возможности создать такое государство, основателем которого он будет являться. И вот это был перелом, 95-й год. Он был перелом с точки зрения выбора вот этой государственной системы, то есть какое государство мы строим. И второе, это был и выбор с точки зрения того, что одной из главных задач господина Назарбаева его окружения было обеспечение гарантии безопасности себе, потому что они явились главными менефицарами экономического перехода. Возможно ли в данном случае революция сверху, если у господина Назарбаева нет прямых, скажем так, интересов в защите того или иного капитала, если он действительно заинтересован в том, чтобы вот эту систему снести или смести, то есть не дожидаясь того, о чем вы говорите, то есть создание всех этих институтов, которые вырастут, институализируются, и все станет по правилам, возможно ли смена, скажем так, правил сверху и какая-то реальная реформа сверху, то есть то, чего мы так или иначе там ждем, да, то есть от сентября, от октября, или это все иллюзия, ничего невозможно, ничего не будет. Понимаете, в ответ на ваш вопрос есть объективная и субъективная стороны. Ну, субъективная, понятно, все мы там читали, особенно те, кто учил в Советском Союзе, делали личности в истории и прочие-прочие, так сказать, знаменитые такие труды. Вот, а если говорить серьезно, то объективная составляющая заключается в том, что альтернативы-то нет другой. То есть если государство, если народ, если нация хочет быть в 21 веке благополучной, устойчиво развивающейся и конкурентоспособной, то никаких других вариантов нет, кроме реформ, которые приведут к созданию системы рыночной экономики с соответствующим международным стандартом, со всеми нюансами государственного регулирования, регулирования, которое тоже необходимо, социального измерения, которое тоже необходимо, но рыночная экономика позволяет создавать что-то, что потом можно делить для уязвимых и так далее, и создавать какое-то для общего блага. Система верховенства права, которая гарантирует, что все равно перед законом закон работает, есть институты, которые этот закон поддерживают, и демократические формы управления, которые позволяют создаваться вот этой политически-плюористичной среде разными интересами представленными в парламенте, политической системе, сильным гражданским обществом и развитым средством информации. Все другие, все другое хуже. Вариантов нет. Это понятно. Такарев это может сделать? Вариантов нет. А у него объективно небольшой выбор. Я в свое время, когда год назад сказал, что либо он осуществляет реформы, либо реформы его поволокут за собой. То есть выбор небольшой. Дальше идет, как правильно заметили, субъективный элемент. Может ли он, что может и на каком этапе. И здесь самая большая проблема в том, что здесь тяжелейший выбор между, ну скажем так, до основания разрушим, а затем, либо попытаемся не разрушать до основания в надежде на то, что путем реформ осторожных и так далее нам удастся прийти к желаемому. Но здесь возникает другая проблема, что время. А времени сколько есть для того, чтобы вот это вот делать по мелочи. По моему мнению, времени нет вообще. Евразские события это вообще хорошо продемонстрировали. Потому что они в том числе отражение того, что запоздало. И я напомню такой факт, то есть, если вы помните, господин Такаев, выступая в марте, говорил о том, что к сентябрю он озвучит пакет политических реформ. Озвучивать их пришлось в апреле. Да. По той простой причине, что стало понятно, что конечно, время оживается, ты не успеваешь. Нужно делать. Я думаю, что в той или иной степени господин Такаев и его окружение масштаб вызов и проблем понимают. Есть ли у них готовность, есть ли у них представление, и представляют ли они себе, в каком временном дефиците они находятся, чтобы это делать, и на что они готовы. Сказать мне достаточно сложно, но пока, честно скажу, что вот за период этих, ну, уже почти трех лет, господин Такаева избрали, и особенно последний год, там или 2011 год. Когда прекратилось двоевластие. Когда прекратилось двоевластие, и когда мы пережили, так сказать, все-таки, вот самый такой острый этап пандемии, которая сильно, конечно, все повлияла, пока у меня вот этих ощущений прорывных нету. Пока это все-таки очень такие косметические шажки. Да, я приказываю, вот меня спрашивали часто про референдум и про то, вот как я оцениваю эти поправки в Конституции. Я, может быть, немножко, так сказать, резко сказал, что я вообще не рассматриваю эти поправки в Конституции как что-то серьезное или что-то меняющее. Я рассматриваю сам референдум поправки в Конституции только как юридическое подтверждение политического шага перевернуть страницу эпохи Назарбаева. Больше ничего. То есть это была просто такая фиксация этого факта. Двоевластие закончилось. Пока таких прорывных каких-то идей и шагов, которые требуют просто срочных мер по реформированию и системы институтов, и системы отношений, и персонала, пока я не вижу. Сейчас все ждут сентября, когда все выйдут потихонечку из опыта, когда президент готовится к своему посланию перед парламентом. Посмотрим, как оно будет. Пока очень трудно сказать, насколько, так сказать, есть четкое представление, как это менять с учетом временного параметра. Ну и самое главное, конечно, опять же, это вопрос кадров. Это вопрос команды. Это вопрос команды. С этим, как мне представляется, очень серьезная проблема. Это результат целого ряда факторов, прежде всего тех факторов, что в течение почти 30 лет аппарат формировался по принципу личной преданности, по принципу назначения на те или иные посты. Иногда это было связано с, так сказать, с необходимостью, уж извините за такое слово, отправиться на кормление на определенный период времени. Это формировало в аппарате очень сильное ощущение временщиковости, то есть это прибежал, урвал, убежал. Главное, чтобы не поймали, если урвал не очень законно. И оно привело к тому, что меридаркетическая система выдвижения, когда человек поднимается по лестнице и таким образом обеспечивает стабильность работы государственного аппарата, опыт, который при этом прибавится. Обычно эта система работает так. Человек путем выдвижения выходит на уровень начальников департаментов, руководителей комитетов, заместителей министров. Министры обычно это политические фигуры, которые приходят вместе с командой президента или квота или премьер-министра. Их задача, они понимают, как работает та сфера, которую им поручили. И это важно. И даже они должны понимать, как это работает с политической точки зрения. Потому что с технической, с конкретной, это должны работать те, кто там путем выдвижения дошел до противного уровня. Там политическое направление, а здесь непосредственно уже знание и квалификация. Вот пока у меня нет ощущения того, что такая команда есть и вообще есть эти фигуры. Возможно ли из гражданского общества, скажем, рекрутировать, теоретически, рекрутировать кого-то в команду президента? Потому что была же история в те же 90-е, когда та же Северикова, например, стала министром. Заместительный министр. Заместительный министр. Да, извините. Но тем не менее, серьезная политическая позиция. Если сейчас прежняя команда президента это люди, преданные предыдущему президенту, если сейчас нету собственной новой команды, возможно ли действительное сотрудничество с гражданским обществом, когда вот ваши люди, условно говоря, придут во власть и будут сотрудничать с Такаевым? Вот вы знаете, есть один из очень хороших аргументов или таких объяснений, в чем украинская армия лучше российской. Она децентрализована. Там большая часть принятия решений спущена вниз. Там люди внизу, командиры внизу на поле, они лучше знают, что и как, это западный подход, это натовский подход, они лучше знают, что и как на этой ситуации делать. У них есть общее направление, у них есть общее представление, какие задачи, дальше они действуют таким образом. Вот почему я этот пример привел? Потому что наша система с периода еще господина в 30 лет выстраивалась практически по жестко армейско централизованной структуре, где на нижнем уровне решения принимать практически невозможно. Ни ответственность, ни полномочия не распределены в достаточном уровне, потому что не доверяют. По каждому вопросу нужно подстраховаться у начальника, начальник должен, пусть даже он называется директор департамента, а начальник дальше, а следующий дальше, а по определенным вопросам только до президента или до президентской администрации. Вот те, о ком вы говорите, вполне готовы в гражданском обществе, а ведь гражданское общество, давайте четко себе представить, гражданское общество как-то иногда очень узко понимается, какая-то такая соукудлость неправительственных организаций, совершенно упрощенный взгляд. Гражданское общество это просто сфера огромная, где разные индивидуумы, где разные люди, где граждане, не струбализируясь, объединяясь, не объединяясь, действуют как граждане, ведь в словосочетании гражданское общество главное слово первое, а не второе. Общество есть в любой стране, традиционное общество, перебытное общественное общество и так далее, перебытное общество и так далее. А гражданское общество появляется тогда, когда есть человек, который является гражданином не по паспорту, а просто по отношению к жизни, по собственной реализации в этом государстве. И тогда он начинает в той или иной степени работать на общий интерес, на общественный интерес, потому что он тоже для него интересен, у него есть личный интерес, а есть общественный общий интерес. И тогда появляется вот эта активная часть, мы их называем гражданские активисты, а гражданские активисты, они не только просто там, иногда я смеюсь, говорю, что иногда про защитника смотрят, что это такие городские сумасшедшие, у которых нечем больше заняться, которые больше нигде не пригодились, зарабатывать не умеют, и вот они занимаются этой ерундой. Действительно, если все это совершенно не так, это просто активная часть общества, которая пытается менять окружающую среду. Туда входят все. Гражданское общество, это все, что не коммерческое, и что, что не государственное, причем между коммерческим и некоммерческим, тоже есть взаимообмен, потому что бизнесмен, который после своего бизнеса вдруг занимается экологией, он уже становится гражданским активистом. Ученые, бизнесмены и так далее, они вполне готовы к тому, чтобы заниматься, но для того, чтобы они были эффективны, необходимо менять систему. создавать систему распределения полномочий и ответственности в достаточной степени, чтобы на каждом уровне принимались те решения, которые на этом уровне должны приниматься, чтобы все не аккумулировалось в системе власти и подчинения. Я же сейчас смотрю, иногда и хорошо, господин Такаев меньше в этом смысле похож на господина Зарбаева, но когда я вижу какие-нибудь там совещания, которые делаются публичными, или смотрю какие-нибудь там заведания правительства и наблюдаю, как президент, раньше, как президент Назарбаев тыкает там министром, отчитывает их, как мальчишек, приезжает в какой-нибудь регион, ставит построенки, Акимов и прочее. А нужно понимать, что это же люди поднялись по лестнице, они уважаемые и так далее. А тут демонстрируется, что они никакие. Это армия, классическая армия, начальники, подчиненные. Вот это нужно изживать, потому что иначе государственный аппарат эффективно работать не может. Если вы это изживете системно, институционально, если будет понятно, что вот министерство это совокупность разных профессий, разного профессионализма, разного уровня, разных человеческих боль, и вы даете возможность на каждом уровне проявляться, аппарат начинает работать эффективно. Тогда вы можете кооптировать без всяких проблем представителей гражданского общества, потому что гражданское общество в этом смысле не работает как армия. Гражданское общество на порядок свободнее, а зачастую, готов на любом уровне сказать, и на порядок профессиональнее, чем те, кто, так сказать, сейчас работают на государственных постах. Но для этого нужно заинтересовать, это можно делать, если вы посмотрите во многих странах, вот простой вам пример приведу Польша, когда следствие судоверх гданьской господин Валенца стал президентом, до того, как он стал президентом, у него была большая команда интеллектуалов разных, из разных сфер. Были экономисты, были юристы, были специалисты в области урбанистики, то есть разные, разные, разные люди. Когда он пришел к власти, они стали у него работать, они превратились вот в этих самых госслужащих, на пределом того, они что-то запустили, потом ушли туда, где им интересно. Они не столько зависят от, когда вы наладили систему, дальше идет уже карьерные отношения и так далее, вы строите госслужбу и все. Аналогично вы можете посмотреть на Украину, там огромное количество представителей гражданского общества, ну и до Зеленского, еще при Ющенко, кооптировались тоже и становились, я в Грузии знаю точно таких же, в Молдове, то есть это вопрос формирования, но для того, чтобы это работало, нужно систему менять, нужна система нормального государственного управления. Пока она будет армейской, пока она будет работать в отцов же структуре с максимальным, так сказать, вытягиванием решений наверх, а почему максимальное вытягивание решений наверх, потому что верх не доверяет низу, верх понимает, что его подставят или не произойдет, поэтому он для того, чтобы отвечать, он значит вот все через меня. Вот и дальше это все работает как классическая армейская система, она так не работает, она в 21 веке неэффективна. У Казахстана все-таки какая-то, ну хочется, я не знаю, постучать по дереву, там поплевать, но относительно счастливая судьба и Казахстан умудряется до сих пор проходить вот между струей воды, да, вот ситуация дальше возможно, когда Казахстан вот при нынешней геополитической ситуации, при войне, которая происходит, да, когда он все-таки сможет вот выйти сухим из воды, несмотря на все опасности и катастрофы вокруг. Ну, давайте сразу сами все признаемся, что мы находимся в сложном геополитическом окружении. Так и графически сложилось, да, у нас справа и слева, если так можно сказать, или сверху и снизу два государства, претендующие на роль, так сказать, супердержав, имеющие огромные геополитические устремления и интересы, и у нас еще достаточно нестабильный и всегда с определенными вызовами исламский юг, где тоже свои радикальные тенденции, особенно с учетом того, что Казахстан мусульманская страна тоже имеет место. Надо дать должное господину Назарбаеву, что он, прекрасно это понимая, выбрал вот эту вот очень такую сложенную геополитическую, не назовем, мы вернули, такую вот многовекторную, как он ее назвал, политику, балансируя между этими интересами и этими влияниями и максимально интегрируясь в международную торговую, экономическую, политическую систему, системы области безопасности, подтягивая развитые страны, Запад, Западную Европу, вообще Европейский Союз, США, и таким образом пытаясь это все балансировать. Очевидно, что сейчас баланс нарушен. Очевидно, что Россия этот баланс нарушила, и, конечно, угрозы сейчас неудачивающих прежде всего идут с севера. Сомнений никаких нет. Как удастся пройти между этих струй, сказать очень сложно, потому что многое будет зависеть от итогов Российско-Украинской войны и изменений в Кремле в связи с этими итогами. Вот это будет очень многое определять. Здесь есть несколько сценариев возможных. От сценариев, что в конце концов в силу того, что сейчас в Украине практически перемалывается наиболее беспособная и наиболее элитная часть российской армии с одной стороны. Россия расходует накопленный за многие годы Советского Союза военный потенциал, в том числе и технический. Ну и, конечно, еще даже не прилетели черные лебеди, экономические последствия, санкции и всего прочего. Это только кажется, что все это незаметно, это просто такой отложенный кумулятивный эффект будет иметь в ближайшем будущем. Я уж не буду говорить о совершенно жутком технологическом обрушении, которое тоже ждет Россию. поэтому перспективы очень такие туманные. Я думаю, что вот этот вот это не только я, так сказать, это понимаю, я думаю, что это понимает и российская элита, и российское окружение, понимая, что там олигархи, все эти финансо-промышленные группы, они потеряли огромные ресурсы, так сказать, просто они не могут на что повлиять. Понятно, что сейчас силовики в основном контролируют Россию, но в какой-то момент, я думаю, силовиком станет понятно, что такой разгром, вернее, такие потери армии, которые они сейчас несут, ну, что-то нужно с этим делать. Поэтому, если это приведет к тому, что в России, а это происходило, мы помним, мы там, в Горбачевское время, произойдет какие-то изменения и придут вменяемые люди, которые будут пытаться как-то возвращаться к нормальному существу. Вы говорите о перевороте. Я говорю о перевороте в России в той форме, хотя сейчас, казалось бы, никаких признаков нет, все зачищено и страну контролируют силовики во главе с этими генералами, но это, так сказать, ничего не гарантирует. Мы помним, опять я возвращаюсь к тому же самому, что никто не предполагал, что Советский Союз рухнет за 2-3 года и изнутри вдруг появились люди, которые попытались что-то поменять. У них не очень получилось в какой-то степени, но тем не менее. Поэтому, если вот это произойдет, то, конечно, угроз будет значительно меньше и, как вы говорите, между струек можно будет пройти, тем более, что свою роль играет Китай, в данном случае, который для Казахстана является сдерживающим фактором, сдерживает Россию на этой территории и, как я уже где-то, по-моему, в одном из интервью говорил, что, в отличие от России, которая представляет собой территориальную империю и прирастает территориями, считает это главным, Китай не является территориальной империей, он больше является такой экономической империи, он, значит, стремится к такой экономической тихой, не назовем это колонизации, он не устанавливает свои режимы, ему, главное, свой экономический интерес, который защищен, свое влияние, вот, и он, как бы, этим удовлетворяется, что, в принципе, для казахстанской элиты вполне приемлемо, так сказать, таких серьезных уросов не производит. Ну, плюс, ко всему прочему, конечно, произошла в связи с этой войной консолидация Запада, она очевидна, даже при разных интересах, и Запад все больше, больше, так сказать, таким подзрением относится к авторитарным режимам и к их дестабилизирующему фактору, и вот Казахстан, если вы заметили, одновременно с, так сказать, заявлениями на уровне руководства о непризнании, там, ЛНРов, ДНРов и всего прочего, и, так сказать, демонстрации вполне таких хороших экономических отношений с Китаем, он одновременно демонстрирует такие явно прозападные какие-то шаги, он хочет стать там членом ОССР организации экономического сооружения развития, он хочет даже где-то выражено было чуть ли не вступить в Совет Европы, он стал ратифицировать ряд конвенций в Совет Европы, то есть Казахстан продолжает этой многовекторной политике придерживаться, хотя баланс вот в связи с этой войной сильно нарушен. Очень трудно сказать, удастся нам, так сказать, пропилить, потому что еще раз хочу сказать, многое будет зависеть от результатов российско-украинской войны и того, что может или произойти, а может и не произойти в Кремле. Если в Кремле ничего не происходит, то вполне возможно там либо какое-то замораживание конфликта, ну не замораживание, а появление какого-то такого галотекущего постоянных военных действий, но и тогда надо будет смотреть, как Россия будет экономически из этого выходить, из всех этих санкций и давления, она рассчитывает на какое-то смягчение в силу там усталости Запада и того, что Запад тоже и западные, так сказать, наиболее такие развитые стран тоже имеют определенные экономические потери в результате тех этих процессов. Может быть процесс привести к какому-то изоляционизму и даже приходу совсем уж ультрафашистских элементов класти, потому что если вы видите, что помимо того, что Путина и его окружение критикуют там записные демократы, многие из которых покинули страну и люди взглядов демократических, видно еще, что он очень сильно критикует со стороны правой, крайне правой, со стороны таких, которые считают, что нужно просто начинать уже все бомбить там тактическим ядерным оружием. вот поэтому очень трудно сейчас сказать, пока в этой ситуации мы маневрируем, балансируем и думаю, что не только мы, но и еще целый ряд стран, которые находятся по периметру границ России, ну я имею в виду прежде всего Молдову, страны Закавказья, они тоже с таким с опасениями смотрят и тоже ждут чем там закончиться, потому что от этого будет зависеть их судьба и их будущее. У нас как внутренний нерешенный вопрос и вопрос оставшийся без ответа это ответственность за Кантар, ответственность за Январь. В какой-то момент показалось, что государство хочет персонализировать эту ответственность, найти просто каких-то людей или какого-то человека, который вот сказать, вот он виноват в этом. То есть в том числе вот это совершенно непонятное с точки зрения здравого смысла дело Жан-Булата Мамая. То есть когда вот что из него действительно хотят сделать фигуру, которая создала вот эту всю историю на территории всей нашей страны и всех выступлений во всех городах. То есть вот как вы это понимаете, почему до сих пор вот такое давление при ну абсолютно отсутствии доказательств происходит. Ну вы понимаете, у всего есть своя история. То, что мы наблюдаем вокруг Кантара и вокруг Жан-Булата Мамая, это вторение на каком-то другом витке так и неразрешенных и так и нерасследованных проблем 1986 года, 2011 года и все цели до более мелких событий. Мы так и не знаем, кто был организатором провокации в Жан-Узене в 2011 году. Мы так и не узнали, кто стрелял. В 2011 году никто не понес ответственности за погибших людей. И сейчас мы просто опять же наступаем на те же самые грабли. Почему это происходит? Знаете, в свое время была такая шутка, по всем трагизме все-таки всегда надо не ко всему относиться со смехом, но как бы стараться сохранять живость ума и психику здоровой. И это была знаменитая такая шутка, если вы помните, когда Департамент экономических расследований отвечая на вопрос как идет расследование, он сказал, главным образом мы сейчас пытаемся не допустить, чтобы не выйти на самих себя. Вот это такая... Абсолютно советская еще шутка. Это еще советская шутка. Вот здесь как раз тот случай, когда я боюсь, что наши власти понимают, что при тщательном и беспристрастном объективном расследовании они могут выйти туда, куда они выходить не хотят. На какие-то элиты или клановых игроков, которые принимают честь, на каких-то фигур в силовых структурах, которые что-то делали или чего-то не делали. И они хотят на это не выйти. Им нужно... А народу что-то нужно ответить, им нужно что-то продать. вспомните, что много лет мы говорили одно и то же, то есть многие, кто помнит по 86-му, что пока не умрут или не совсем у них этот властик, кто когда был тогда 86-му, мы так и не узнаем, что произошло. Думаю, что когда-то мы все равно узнаем, потому что обо всем становится известно, так, чтобы это было похоронено навсегда, но тем не менее. И вот начали искать замену. Чем объяснить? Одна линия, которая продолжает двигаться, это линия господина Масимова и всего, что с ним связано. Я думаю, что мы либо увидим какую-то очень согласованную версию о его роли, его участии и так далее, и так далее, и она будет нам представлена, во что я не очень верю, либо мы будем иметь дело с абсолютно закрытыми процессами. Будут процессы закречены, мы ничего не узнаем. Но этого недостаточно. Если вы помните, первое заявление, которое сделал правозащитный альянс из группы правозащитных организаций, которая была создана сразу после январских событий, уже 14 января, мы предупреждали власти не использовать эту ситуацию для преследования политической оппозиции, не подвергаться соблазну ее использовать против политической оппозиции и гражданских активистов. Мы это предвидели. На каком-то этапе власти воздерживались от этого, но не удержались. И мы уже видели приговоры в Шемкенте, трех гражданских активистов, которые, конечно, никому насилию не имели отношения. Мы видели уже процессы в Искаминогорске, вот, сейчас будет процесс над Забулатом Мамаем. И если мы посмотрим на то, что происходит в Мамаем, ну, это один в один процесс Владимира Козлова после событий Женыне 2010 года. Ну, просто один в один. Там было точно то же самое. Там тоже находили каких-то раскаившихся или там согласившихся дать показания людей из нефтяников или из еще кого-то, которые рассказывали, что господин Козлов там что-то предпринимал для того, чтобы, так сказать, вот этот вот разжигал социальную рознь, чтобы вот эти вот события спровоцировать. Хотя, ну, каждому независимый влиятельный человеку было очевидно, что ничего он там вообще подобного не делал. Он пытался помочь нефтяникам, вывозил их там за рубеж, чтобы они рассказали, что там не решаются их трудовые проблемы. То есть, никакого отношения естественной, никаких доказательств. Я мониторил весь процесс Владимира Козлова. Никаких доказательств, хоть чего-либо, там не было представлено. Понятно, что там какие-то, так сказать, скайпы прилагали и прочее, прочее, но там ничего не было. И понятно было, что там ничего нет. Я думаю, что здесь такая же попытка, но попытка, извините, даже скажу такое резкое слово, весьма глупая, потому что, в отличие от тех событий, эти события уже были настолько препарированы через разные свидетельские показания, через видеозаписи и так далее, что, ну, просто даже если вы притащите 10 свидетелей, у людей есть свои глаза, есть видеозаписи того, что он говорил, в том числе его сторонникам, просто невозможно. Я думаю, что пока власти в какой-то степени, я не исключаю возможности того, что они будут продолжать двигаться по данным пути, пока мне это представляется больше таким отвлечением внимания или попыткой, ну, скажем так, перевести стрелки. И заметьте, что, если бы власти считали, что, так сказать, у них все вот чисто и так далее, и так далее, то, почему не согласиться было с международным расследованием или с международной, хотя бы, миссией по установлению фактов. Мы предлагали ее гибридной. Если вы не хотите иностранцев, без проблем, наши представители, у которых есть, там, авторитеты, доверие у людей, плюс добавьте, так сказать, специалистов зарубежных и вместе с государственниками давайте, с представителями с органом сделать. Власти отказались, не хотят. Не хотят, значит, чего-то бояться или понимают, что это выйдет туда, куда они считают ненужным выходить. Ну, все мы помним, что куда-то, так сказать, тихо пропали 20 тысяч террористов и все эти операции по их вывозу или, наоборот, привозу через Алматинский аэропорт. Все эти версии, так сказать, тихо-тихо умерли и понятно, что они уже даже не продаются никак, даже если это доказательства приводить. Поэтому, к сожалению, это больше, так сказать, не попытка установить истину или попытка разобраться, это политические игры, которые по тем или иным причинам нужны. Я думаю, что потому, что господин Мамай начал набирать достаточно серьезные очки и начал формировать, ну, представлять достаточно политический капитал. Прежде всего, в той среде, которой власти опасаются, я имею в виду казахоязычную среду, казахоязычную молодежь. И они таким образом просто устраняют, пытаются устранить каким-то образом политического конкурента. Я не вижу больше здесь никакой логики. Действует очень, весьма топорно, я не знаю, видели, не видели сегодняшнее заявление, которое было сделано комитетом Мараша, к созданию которого я имею отношение, о том, что нам поступила информация, ее нужно подтверждать, но информация достаточно достоверная с нашей точки зрения о том, что на целый ряд людей оказывается давление, те, кто проходят по этому делу, чтобы они дали на его показания, его оговорили в обмен на то, что их самих не посадят, либо им там будут сроки. Мы уже имеем несколько таких сообщений. Вот, то есть, ну, власти действуют, причем это делают следователи, по этой информации, которую нужно подтверждать по указанию руководителя Межрежинской следственной оперативной группы, которая этим занимается. Вот, к сожалению, мы это проходили в 2011 году. Экономическая ситуация ухудшается в стране, да, то есть, про Такаева говорят обычно две вещи, то есть, что к нему гораздо лучше относятся за рубежом, чем в стране, и гораздо больше ему верят за рубежом, чем в стране, в том числе в западных странах, и говорят, что он достаточно плохо представляет себе как дипломат, как специалист в другом совершенно направлении, что такое экономика, и каким образом она работает. Вот, если вот исходить из этих достаточно тревожных, да, заявлений, предпосылок, что нашего президента больше понимают на Западе, и наш президент, возможно, меньше понимает в том, что нужно делать, каким образом нужно быстро опять же реформы, да, но нужно же что-то делать с экономикой и с обнищанием народа, которое просто катастрофическими темпами движется. Ну, давайте начнем со второй части вашего вопроса. Я уже приводил этот пример господина Валенца, повторю его еще раз, что, ну, трудно предположить, что следствие из гранции судоверфи вообще что-то понимал в широком смысле с экономикой, в экономике, в финансах и так далее. Не обязательно человеку быть специалистом в финансах. Человеку достаточно быть в данном случае пассионарным, если мы говорим о господине Валенце, и достаточно собрать команду, которую он собирает, исходя из, скажем так, где-то своих предпочтений, исходя из советов, как он это и сделал. Вот простой пример, что экономические реформы в Польше проводил министр финансов господин Лешик Пальцирович, которого господин Валенце назначил на этот курс. И все. И дальше он особо не беспокоился о том, как там экономическое развитие. Конечно, ему докладывали, конечно, он какие-то решения принимал, но он окружил себя специалистами. То есть достаточно окружить себя хорошими специалистами, профессионалами, доверяться им, если они находятся в политическом, так сказать, русле того, что ты себе предполагаешь. И дальше смотреть, как это будет. В конце концов, менять какие-то моменты, если ты считаешь, что-то не работает. Поэтому здесь не так важно, насколько господин Такаев специалист или не специалист в экономике. Главное, кого он вокруг себя собирает для этих целей, какую команду для экономического блока он формирует. И насколько эта команда, ну, скажем так, профессиональна и хорошо понимает, как работают мировые тренды, как работает мировая экономика и что нужно сделать с казахстанской экономикой. Но здесь действительно очень важный момент. Это коммуникация с обществом. То есть нужно на очень примитивном уровне то, что и делали в Польше, хотя, если помнят, кто в начале 90-х, когда в Польше эти реформы проводились, это назвало шоковая терапия и гордо говорили во всех странах, что мы этого не допустим, это страшный и так далее, и так далее. Хотя оказалось, что шоковая терапия польская оказалась менее шоковая, тем растянутая рубка хвоста по частям катуру в течение всех 90-х и потом еще начал 2000-х. То есть неизвестно, что было лучше, хотя я глубоко убежден, что то, что предложил Мальцирович, было значительно лучше. Вот, поэтому вопрос, здесь команда, которая создана коммуникация с обществом, чтобы общество доводилось на достаточно примитивном или простом языке, что происходит, когда говорят, общество не поймет, я всегда отвечаю, знаете, я тогда удивляюсь, как общество вообще живет, как они там детей растят, как они вообще куда-то ходят, чем-то занимаются, при таком уровне, так сказать, инфантилизма, который вы предполагаете. Нет, все значительно проще, то есть просто надо хорошо объяснять, объяснять на популярном языке, объяснять, что проходит как можно чаще и лучше. и чем больше те же самые атакимов до руководителя нашей экономики будут появляться на центральных каналах, объясняя, особенно в периоды, когда кризисы или когда, как вы говорите, ситуация ухудшается, надо объяснять, а, что мы делаем, б, к чему это приведет, с, какие проблемы, и людей готовить, и объяснять им, что происходит. Еще один очень важный момент, вообще всем этим должны заниматься по-хорошему депутатам парламента. Я все время пытаюсь одну простую вещь довести до общества, что уважаемые господа и уважаемая наша власть, вы же читаете, так сказать, правильно, что это за орган, он законодательный и представительный, он не только законодательный, если бы он был только законодательным, то вам было бы брать профессиональных юристов, они писали хорошие законы, он представительный, он представляет наши интересы, и предполагается, что разные интересы, и богатых, и бедных, и разных слоев, и тогда, если он представительный, Вот он и должен представлять, то есть он должен постоянно вести обсуждение экономических реформ, и все, кто находится там в соответствующих комитетах, и тоже встречаться с людьми, и тоже выступать, и, естественно, в основном должны рассказывать, что происходит, особенно, как я уже говорил, в критический момент. Что касается имиджа господина Такаева, понимаете, в чем дело? У него был определенный, и он остается в какой-то части, определенный кредит доверия, и он был не столько связан с его восприятием в обществе как таком, он продолжает быть немножко связан с тем, что 30 лет закончилось в предыдущем, что это хотя бы другой. У него есть достаточно, именно в связи с этим, у него есть достаточно высокий уровень признания на Западе, частично на Востоке, то есть, да, при всем при том, что в целом, конечно, это не написанные 100% поддержки господина Назарбаева, как это писали во времена, особенно, наиболее культовичностные. Тем не менее, определенный у него есть кредит доверия, но этот кредит доверия очень сильно растрачивается, он сильно скукоживается, и с точки зрения того, что реформ-то не происходит, ожидаемых. И что еще, конечно, январские события, особенно очень неосторожная фраза, что я там дал приказ стрелять на поражение, очень неосторожная фраза, я не знаю, кто ему посоветовал, это было, конечно, сделано абсолютно зря, потому что можно было бы эту фразу поместить в контекст, что не просто стрелять на поражение, а стрелять на поражение, когда, так сказать, атакуются там полиции, и то можно было этого не говорить, это не дело президента, это мог бы сказать, там, министр обороны очень четко, или там, министр внутренних дел четко объяснив. Вот, поэтому это ударило по имиджу и ударило по восприятию, но определенный, но есть ожидание, ожидание реформ. Поэтому хорошая команда экономистов, которые будут четко объяснять, что происходит, что предпринимается, какие шаги, в какой мы ситуации находимся, как можно меньше вранья, как можно больше правды и такого достаточно четкого и достигаемого для любого человека объяснения. Второе, это то, что у нас общество все-таки при всем при том, оно такое постсоветское, слегка конформистское, слегка непривыкшее отстаивать свои интересы, и в этом смысле у элиты, у власти, у Такаева есть определенный запас временной, когда, если ты что-то, так сказать, серьезное делаешь, то особо таких протестов или сопротивления не будет, то есть общество привыкло двигаться за властью и за государством, он ожидает от него решения своих проблем. Поэтому, в принципе, какой-то запас времени есть, какой-то кредит определенный еще есть, именно за счет того, что это новый президент, он сменил старого, хотя три года уже прошло. И я думаю, что при четких, ясных шагах, особенно в экономической сфере, при условиях такого обнищания и так далее, и хорошей коммуникации с обществом, двигаться, в принципе, можно. Я думаю, что все равно над господином Такаева командой давлеет второй срок, и необходимость, так сказать, подготовиться ко второму сроку и к выборам, ну и, соответственно, где-то на горизонте и выборы парламента, которые должны иметь место, и тоже правящая элита хочет, чтобы это все проходило под контролем, без неожиданностей, и поэтому, к сожалению, пока они действуют типичными методами, которыми действовал предыдущий режим, то есть не допускают политической конкуренции, не регистрируют политические партии, там никто не может регистрируют, не только ЛГА Казахстан, но и на мыс, там, и даже партия господина Сульменова там четыре раза, может, подавала без особого успеха. Вот пока вот это вот давлеет. То есть вызовов очень много, решать все приходится, причем одновременно. Последний вопрос. Евгений, вы 30 лет так или иначе взаимодействуете с вот этой системой, да, то есть с системой казахстанской власти, да, то есть это как вот там одного из классиков 20 века, да, там, бодался теленок с дубом, да. Вот ваша жизнь вот в эти 30 лет, она прошла не напрасно, вы вот начали вход в работу с этой системой, и сейчас, после этих 30 лет, вы на этом же входе, вы опять надеетесь, вы опять рассчитываете на что-то, вы опять во что-то верите, а вот что с этим временем? Ну, у меня есть один, одна очень хорошая отмазка, как я говорил, что я все-таки большую половину жизни продержал в Советском Союзе, и по сравнению с этим я себя чувствую очень хорошо, вот, и это уже мне очень, меня радует, потому что я мог бы так и закончить свою жизнь там со всеми вытекающими последствиями, с невозможностью ездить, с невозможностью читать то, что я хочу, слушать то, что я хочу, смотреть то, что я хочу, делать то, что я хочу и говорить то, что я хочу. Поэтому в этом отношении очень хорошее, она меня спасает во всех обстоятельствах. Но если говорить о более таком, как бы, так сказать, перспективном, конечно, есть плюсы, есть минусы. Из плюсов, вот, 30 лет я живу свободным человеком. Вот для меня слово «свобода лучше не свободы», которое сказал господин Медведев в свое время, вдруг неожиданно выдав один из перлов, которые у него больше не появлялись, вот, и понимание, что любое лишение или ограничение свободы – это катастрофично. И что, вот, я тоже на лекциях иногда привожу такой пример, что, когда мы говорим о заключенных, у нас и на Западе, у нас лишение свободы рассматривается обязательно сопутствующими факторами. Вроде там плохо кормят, там плохо, так сказать, плохое обеспечение, там такие ограничения, такие ограничения, плохие условия. И сразу наш человек говорит, а что вы хотели? Это же не санаторий, он же совершил преступление, он должен отвечать. И в этом принципиальная разница. Потому что на Западе главное – это лишение свободы как таковое. Потому что вот главная ценность, которую тебя лишили. Все остальное – это превходящее. Все остальное – от того, что у тебя там нормальный туалет, ты все равно не можешь действовать по собственному разумению и куда-то ходить. То есть лишение свободы – вот, наказание, действительно, оно так и называется. Оно не сопровождается условиями, там, тебя избивать, там, обыскивать, как бы, так сказать, с насилием и прочее, прочее. Поэтому, первое, вот я свободный человек, понимаете, я никому не подчиняюсь, меня никто, я так свою жизнь сформировал, что я, у меня нет начальников, ну, в советское время у меня были там какие-то начальники, и то, так сказать, была творческая среда. А считайте, где-то с, там, 93-го года у меня нет начальников. Это очень хорошо, когда ты живешь в свободном полете, свободной жизни, свободный человек, который говорит то, что ты хочешь. Я, почти, никогда не говорил то, что я не хочу. И я не всегда, может быть, говорил то, что мне нужно по разным причинам, но, в основном, так сказать, я всегда говорю то, что думаю, то и говорю. Второе, я занимался тем, что мне интересно, все эти 30 лет. То есть, я, мне было интересно где-то помогать людям, где-то что-то анализировать, где-то на что-то влиять. И, так сказать, худо-бедно, организация, которую я создал в количестве трех человек, сейчас 45 человек, 33 юриста, она, ей 30 лет, она известная и уважаемая в мире, вот, не только в Казахстане, в Центральной Азии, это одна из из Казахстана, мы члены многих международных коалиций, так сказать, мы такой, мы один из брендов Казахстана, главный, не претендуем, но мы один из очень важных брендов Казахстана, Казахстанское международное бюро, КМБПЧ, известно везде. Я в личном качестве за эти 30 лет очень поднялся, потому что я начинал, ну, я был там, да, горным инженером, да, у меня там был кандидат наук, у меня 25 изобретений зарегистрированных было и так далее, и так далее. Но я ушел полностью, я перешел в совершенно другую сферу, и я, конечно, очень горжусь тем, что, во-первых, я получил образование, второе, но это я его не просто получил, я после него, то есть в 1999 году, я в 2002 и получил адвокатскую лицензию, и стал лучшим юристом Казахстана по опросу юридической газеты. Но что важнее, что вот в 2022 году я член Совета Института по правам человека всей Межводной Ассоциации Юристов Мировой, я член панели экспертов по праву на свободу мирных собраний и ассоциации ОБСЕ, Бюро Медицинского Международного права человека. То есть я уже достаточно признанный международный эксперт, я подписываю, то есть я вхожу, так сказать, в несколько сотен ведущих интеллектуалов мира по области развития демократии, то есть приверженства демократического развития и так далее, участвую в целом ряде, так сказать, серьезных мероприятий, и все, то есть я в этом смысле состоялся, это приятно, у меня там больше десятка международных наград, в состоянии кроме вот лучшего юриста у меня ничего особого нету, есть от общества, от гражданского, вот там премия свободы и так далее, а так у меня и премии, у меня премия Андрея Сахарова Норвежского комитета, у меня премия США Европейского Союза в области демократии, подписанная тремя президентами, то есть достаточно так, чтобы я состоялся. Где минус самый главный, который вы тоже упомянули, результативность? Конечно, очень жалко время с точки зрения результата, потому что вот в этом году мы окончательно отменили смертную казнь в Казахстане, исключили из Конституции. Я впервые этот вопрос поднял вместе с моей коллегой Жемистором Гаметовой, мы подняли в 93-м году. В 94-м я впервые вышел на прямой эфир на КТК с этой темой, был атакован, как вы понимаете, со всех сторон, и от общества, и от полиции, и прочее, прочее. Понадилось 30 лет. Ну, 29, в следующем году будет 30 лет, но то, чтобы это было окончательно отменено. Да, мы довольны, что в 2004 году, там, через 10 лет нам удалось добиться моратория, и нас перестали казнить, но тем не менее, время жалко. Все можно было сделать значительно быстрее. Я доволен тем, что, или вернее, одним из результатов, не только я, опять же, многими коллег, мы боролись с пытками, и мало кто помнит, что в 90-х годах слово «пытки» не хотели вообще упоминать, считали, что у нас их нет. И долго, много усилий понадобилось, чтобы в Уголовный кодекс была включена статья «пытки», которая сейчас работает. А только в 2000-х начали арестовывать полицейских, а до этого никто вообще даже разговора не было, за пытки. Потом появился национальный превентивный механизм, как бы его не критиковать, возможно, доступа в тюрьмы, которого в соседней России до сих пор нет. Это все, в том числе и усилия мои, в том числе и усилия нашей организации, и моих коллег. Я много участвовал в создании, пытался участвовать и помогал в создании системы ювенальной юстиции. Кстати, какие-то глупости говорят из нашего северного соседа, да и у нас, разные родители и прочие, про ювенальную юстицию, хотя чушь собачья, потому что ювенальная юстиция – это не вопрос воспитания в семье и так далее, это вопрос уголовного права судей в отношении несовершеннолетних, и больше ничего. Это создание специализированных судов, специализированных адвокатов и специализированных систем преследований. И мало кто знает, что в начале 2000-х в Казахстане было 6 колоний для несовершеннолетних, в которых сидело больше 1200 человек. Несовершеннолетних. В Великобритании в это время сидело пятеро. Вы разницу себе представляете? В 2022 году у нас одна колония в Алматы и меньше 40 человек. Это не пять, но это серьезно. И это тоже в какой-то степени заслуга моя и моих коллег, и адвокатов, и многих других, и западных экспертов, которые нам помогали со всем этим. То есть это реальные результаты. Мы добивались отмены выездных виз и добились взятия чего. Сейчас мы даже забыли, что когда-то надо было ставить штампик, чтобы выехать из страны. Сейчас мы едем как гражданин любого государства, только нужна виза другой страны, либо когда без виза режим просто берем билет на самолет, не спрашиваем государство, можно ли мне куда-то поехать. Много еще разных таких достижений есть. Я уже не говорю о каких-то конкретных делах. Я на них не смотрю, хотя мы там людей спасали от смертной казни в Узбекистане, наших граждан, которые там были приговорены в середине 90-х. Помогали кому-то успех максимум 10-15% усилий. Но тем не менее, кому-то это помогло. Но правозащитники не могут собой заменить неработающую систему. Судебную, правоохранительную, прокуратуру и так далее. Они могут кому-то помочь. Слава Богу, этот человек попался и ему повезло. Ему чем-то помогли, но менять нужно систему, подходы. Тогда это коснется всех. А так отдельные кейсы, даже по тем же январским событиям, они общие проблемы не решают. Поэтому в чем, конечно, определенное есть, это результативность. Очень много времени. Нужно для того, чтобы добиться каких-то результатов. Вот мы сейчас начали заниматься активно проблемой дискриминации. Мало кто знает, что у нас вообще нет ничего в этой области. У нас даже термина нет этого законодательства. У нас есть соответствующие международные определения. У нас нет институтов. У нас нет специального законодательства. У нас нет комиссии по недискриминации, которые есть. Вот мы сейчас этим занялись. Привозили сюда коллег из Совета по дискриминации Молдовы. То есть мы пытаемся что-то делать. Надеюсь, что удастся продавить. Просто мне кажется, что в политически-плюористичных и демократических системах это решается быстрее. К обществу и к экспертам прислушивается лучше. Работает здравый смысл. Работают разного рода механизмы. Есть понимание. Время жалко. Да, вот 30 лет твоей жизни, полжизни пришлось на то, чтобы бороться. Но, как я уже сказал, и результаты есть, и свободный человек, и делал то, что считал нужным. И мне было и продажа это будет интересно. Ну и в профессиональном плане, конечно, состоялся. Трудно было предположить, что ты, получив 44 года второе юридическое образование, только стадешь международным экспертом в этой области, считаешь, что второе. Это удовлетворяет, есть определенное, так сказать, в этом смысле удовлетворение.